МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечерний блок новостей на РБК Пермь в студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. На региональном этапе всероссийского стартап-тура открытия инноваций в Перме впервые опробован новый формат так называемый Сколково Демо Дэй. Его участниками стали крупнейшие предприятия Прикаме и уже действующие резиденты российского инновационного центра. Пермь стала первым городом на карте стартап-тура. Региональный этап проходит на площадках технопарка Пермь и Эртелеком Холдинга. Регистрацию прошли более 200 технологических предпринимателей из Перми, Ижевска, Челябинска, Уфы и других городов. В первый день тура образовательные участники обсудили, как работает с инноваторами крупной корпорации, как защитить интеллектуальную собственность, как профинансировать свой стартап и многое другое. Кроме того, сегодня 9 резидентов Сколково представили свои инновационные решения Прикамским предприятиям. Это разработчики уникальной технологии, печати деталей из композитных материалов, производители компьютерных тренажеров для подготовки персонала, для нефтеперерабатывающих и химических производств, также создатели лазерных измерительных систем. Интересантами выступили компания ОДК Авиадвигателей и ОДК Пермской Моторы, завод Машиностроитель, Эртелеком Холдинг, Марион, Протон ПМ, Инверсия, Сенсор. Сошла большая подготовительная работа. Конечно же, приезжали наши представители сюда, говорили с представителями, с губернатором встречались. Мы сегодня встречались с губернатором. Мы знаем его большой интерес к развитию промышленности, к цифровизации экономики. И поэтому мы почти уверены, что разработки компаний Сколковских будут в крае востребованы. Это и есть демо-дэй. Во второй день тура состоится финал очного конкурса по выбору инновационных проектов. Из более ста заявившихся стартапов в финал прошли три десятка, из которых конкурсная комиссия отберет тройку лучших. Победитель отправится в Москву на конференцию технологических предпринимателей Сколково-Виллидж. Еще одним новшеством тура в Перми станет школьный трек своей разработки в сфере IT-технологий, промышленности, биотехнологий в медицине, сельском хозяйстве. Менторам представят начинающие инноваторы в возрасте от 8 лет. Также состоится полинарное заседание, посвященное развитию в Прикаме цифровой экономики. Краснокамский ремонтно-механический завод в 2018 году намерен вдвое увеличить объем производства. По словам руководства предприятия, это во многом связано с ростом популярности Прикамских разработок в сфере сельского хозяйства, в том числе и за рубежом. Завод производит скоростные упаковщики и речики рулонов. В совокупности с рядом других машин пермская технология «Синаш» в линию позволяет заготавливать травяной корм без применения консервантов даже в плохую погоду, отмечают в компании. Стоимость всего комплекса стартует от 3 миллионов рублей. Срок окупаемости – один год. Главное преимущество – экономичность. К примеру, упаковщик способен уменьшить затраты производителя кормов на пленку примерно в два раза. Технологии заинтересованы далеко за пределами Прикамья. Были у нас уже разовые поставки и в Казахстан, и в Азербайджан. То есть это страны СНГ. Ведем работы по поставкам Монголию. Идут переговоры с Польшей, с странами Прибалтики. Сегодня принимаем болгарскую делегацию. План на текущий год – произвести в среднем на 30 единиц больше по каждой из машин, из новшеств – косилки. Их на заводе должны собрать не меньше 20. Как ранее сообщал РБК, Краснокамский завод стал одним из якорных участников будущего промышленного кластера сельскохозяйственного машиностроения. Продажи техники увеличились на 58 миллионов рублей. Итог 2017 года – рост объема производства на 22%. О нападениях на школы было известно заранее. Приводит ТАСС слова главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии ведомства в Москве. По словам Бастрыкина, во всех трех случаях о готовящихся нападениях было известно и администрациям школ, и некоторым школьникам, и некоторым родителям. Также следователи установили, что эти случаи связаны с посещениями детьми сайтов на так называемых колумбайнерах. Так называют последователей американских школьников, напавших на одноклассников в 1999 году. Добавим, 15 января в Пермской школе 127 двое подростков напали с ножами на учеников четвертого класса и их учительницу. В результате инцидента пострадало 15 человек, в том числе сами подростки. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору. Официальный курс доллара повысился на 59 копеек евро на 43. Повышение курсов поспособствовало обвал американских фондовых индексов. Также бегство в защитные активы, отмечают аналитики. Формально поводом для текущей коррекции на рынках выступила статистика по рынку труда США, которая продолжила демонстрировать устойчивое улучшение. Наиболее значимым стал рост заработных плат, который был расценен как опережающий индикатор ускорения инфляции, что в итоге может вынудить ФРС действовать более активно в части повышения ставки, говорят эксперты. При этом рубль не может найти поддержку у нефти, стоимость которой опустилась ниже 67 долларов за баррель Brent. Ослабление продолжится и новой целью для пары доллар-рубль выступит уровень 57,5, после него 57,95 прогнозируют специалисты. Краевая медицина может остаться без младшего медицинского персонала. Такое мнение выразили члены ОНФ Прикамин на сегодняшнем заседании. В обсуждении вопросов приняли участие представители краевого Минздрава. В качестве примера была приведена ситуация в детском противотуберкулезном санатории Росинка на территории Соликамска. Сообщается, что там 9 февраля планируется увольнение около 20 санитаров в том случае, если они не согласятся перейти на новые должности уборщиков. Сотрудники заявили, что в новых должностях им придется выполнять те же функции, только за меньшую зарплату. Руководство санатории заверило, что кадровые перестановки происходят согласно оптимизации рабочих процессов, не нарушают правовых норм. В Министерстве здравоохранения пояснили, что в курсе сложившейся ситуации одним из предложений, которое появилось на заседании ОНФ, стало предоставление возможности переобучения сотрудников до уровня среднего медицинского персонала. На этом пока все. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Портал деловых новостей РБК Пермь. Один из лидеров среди бизнес-ресурсов города. Более 300 тысяч уникальных посетителей в месяц. Всегда свежие новости, актуальная и оперативная информация, интуитивно понятный интерфейс. Партнерский проект РБК Плюс. РБК Пермь. Помогаем принимать решения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин